Утро доброе! Доброе утро! Мы вас приветствуем! Вы смотрите Утренний Экспресс. Сегодня 16 июня, вторник. И все мы прекрасно с вами знаем, что особенно летом хочется подчеркнуть свою индивидуальность. И легче всего это делать при помощи украшений. Но они кусаются по цене, они все доступны. Существуют также реплики и поделки. Именно об этом мы сегодня поговорим с нашим стилистом по ювелирным украшениям. Доброе утро! Оксана Баталова у нас в гостях. Оксана, доброе утро! Доброе утро! Итак, в чем же, вот объясните мне, человеку, который себя летом не украшает, да и в принципе и зимой тоже, что такое подделка, что такое реплика, в чем разница? Реплика – это хорошая копия ювелирного украшения известного какого-нибудь ювелирного бренда. А подделка – это такая же копия, на которой нанесена товарная марка известного ювелирного бренда и пытаются выдать это украшение за оригинал. А подделка звучит не очень, а реплика так. На реплике, то есть, должно быть написано, что это реплика или нет? Нет, на реплике, наоборот, ничего не должно быть написано, и продавец должен обозначать, что это реплика. Ну вот покажу на примере. Всем известны клевера, уважаемые ювелирного французского бренда, а здесь нет нигде нанесения маркировки ванклиф, соответственно, это является репликой, репродукцией, да, скажем так, красиво. А вот это… Вы вдохновились знакомыми мотивами, где-то видели, но ни на что пока не претендует. Ну, если брать искусство, да, то есть, если художник, молодой художник сделает репродукцию картины известного художника, то все будут восхищаться, какой он мастер, какой он умница, какой он молодец. Можно я? Да, то же самое с ювелирным украшением. Повторить точно в качестве, в оригинале, в габаритных размерах – это ювелирное искусство. Этим действительно надо восхищаться. Просто продавец должен честно заявлять о том, что это копия, как бы это реплика. Ну, и также клиенты делятся тоже, я их делю на два типа. Есть клиенты, которые быть, как бы они казаться, а есть, которые казаться, а не быть, да. Соответственно, какие-то клиенты просто покупают, им нравится модель, они ее покупают, потому что они хотят ее носить, вот этот ванклифт, да, к примеру, четырехлистник. А есть клиенты, которые покупают заведомо копию, но выдают ее за оригинал. Поэтому тут есть как бы две составляющие медали – и покупатель, и продавец. Ну, а во сколько цена реплики ниже оригинала? Потому что в ювелирных украшениях это же в основном камни и вот эти драгоценные, как драгоценные металлы, которые невозможно сделать дешевле, они же в закупе определенную цену имеют. Если брать, раскладывать цену на составляющие, то есть оригинала, то где-то процентов 70 составляет именно цена за бренд, за маркетинг. Да, да, да. И то есть если это просто металл и не драгоценные вставки, как в данном случае это перламутр, да, перламутр – это ракушка, грубо если сказать, то здесь цена может дойти до 10 раз дешевле. Если используются драгоценные камни, например, бриллианты, то цена может где-то раз в 5 быть меньше. То есть это тоже существенно как бы чувствуется. То есть можно даже, получается, заказать реплику и никакие, ну, авторские права не будут нарушены? То есть внести небольшую в свои какие-то изменения? Да, смотрите, как бы, то есть что подлежит, как бы, сказать, патенту, да, то есть товарный знак, товарная марка, вот, например, вот я принесла явную подделку, здесь написано «Булгари», уважаемый итальянский бренд. Вот эта подделка, то есть товар, именно слово «Булгари» нельзя использовать, это преследуется законом. А вот здесь не написано «Ванклифт», то есть это копия, ее можно продавать, делать, потому что внешний вид ювелирного изделия нельзя запатентовать. А ювелирное изделие, это как изделие, оно должно быть точно соответствовать габаритам и весу, да, и изделие не может никогда, то есть изготавливаться один-один в том же весе всегда, то есть повторяться, поэтому не патентуется внешний вид ювелирных изделий. Ну, то есть невозможно это сделать. Пробовали, пытались, как бы, то есть практика многих ювелирных домов показывает, что это нереально. А вот именно товарную марку, как бы, наименование, то есть это патентует, как бы, и вот это наносить нельзя. Скажите, пожалуйста, а все-таки вот насколько качественной или некачественной может быть реплика? Все равно ведь такое происходит. Ну, вот в России три велирные города исторические. Это Санкт-Петербург, Екатеринбург и Кострома. Екатеринбург, Санкт-Петербург – это царские велиры, Кострома – это, так скажем, для народа. Все уважаемые велирные французские и итальянские бренды не имеют огромных производств в своей стране. Ну, невозможно такое количество. Они все заказывают в странах с дешевой рабочей силой. Это азиатские страны. И если брать иногда оригинал, он уступает в качестве, чем реплика, потому что он произведен в масштабе где-то в Китае, в Таиланде и так далее. А наши велиры, дотошные, царские, они… Стараются и каждый предмет индивидуально, видимо. Поэтому я видела сто раз, что оригиналы уступают в качестве. Тут вопрос не о качестве, тут вопрос именно, что человек хочет приобрести. Он просто хочет приобрести четырехлистник как символ удачи, потому что это символ удачи. Или он хочет приобрести Ван Клифф и всем рассказать, что это Ван Клифф. Посмотрите, сколько это. Что я себе это представляю. Класс, класс, класс. Ну что ж, мы благодарим вас, Оксана. Спасибо, что теперь я тоже понимаю, что такое реплика, что такое подделка. Кстати, я думаю, что у Карла Фаберже Кликуха, знаешь, какая была? Яйцо. Нет? Самое главное, что мы даже с вами проверить сейчас это не сможем. Поэтому можем говорить про него все, что угодно. Спасибо большое. Оксана, мы ждем вас в гости, как всегда, приходите, мы будем всегда рады. Спасибо большое. Движемся дальше, небольшая реклама, после чего обязательно с вами встретимся.